Здарова, геймеры! С вами ДатПи47, и сегодня мы поговорим про трагедию Дрэгонс Догма 2. Окей, прямо сейчас на таймлайне вы можете увидеть, что это видео разделено на две части. И вторая часть это серьёзный, можно сказать, не обзор, а скорее рассказ про Дрэгонс Догма, в стиле, в котором обычно у меня бывают рассказы про игры, которые обычно бывают длиннее. Но я считаю, что нельзя не начать с микротранзакций, производительности и ужасных практик, которые Кэпком используют в отношении ютубера. Потому что мы, как геймеры, должны объединиться и перестать это терпеть. Окей, если говорить не иронично, то запуск Дрэгонс Догма 2 это действительно большая игровая трагедия. И чем дальше мы будем идти, тем больше вы будете понимать, насколько это действительно правда. Самое печальное, что дискурс вокруг Дрэгонс Догма 2 является настолько лицемерным, токсичным и, если честно, неприятным, что взаимодействовать с ним не особо хочется, потому что большинство из людей, которые ругают эту игру сейчас в интернете, банально в неё не играли и слышали где-то в телеграм-паблике, что в этой игре надо покупать дополнительные слоты сохранения и вообще фаст-тревел в ней скрыт за микротранзакциями. Окей, давайте обсудим всё это по порядку и начнём с самого важного и самого спорного пункта. И это микротранзакции. Если вы играли в другие игры Capcom или, в принципе, видели их Steam-страницы, то вы прекрасно понимаете, что Дрэгонс Догма 2 это не что-то новое, потому что ко всем играм Capcom есть эти бесполезные микротранзакции, которые вряд ли добавят что-то важное к вашему опыту, а скорее его испортят, потому что, ну, допустим, в DLM5 они продают буквально красные орбы для прокачки. В Resident Evil 4 ремейк это билеты на прокачку оружия, и если вы играли в эту игру, вы понимаете, насколько сильно это рушит баланс. Да и, в принципе, прогрессию игры, потому что игрок чувствует себя сильнее именно за счёт того, что он постепенно качает пушки в течение игры. Говоря прямо, это буквальный pay-to-win. И всем было абсолютно плевать на самом деле, все считали, что Resident Evil 4 ремейк это одна из игр года, и никто даже не говорил об этих микротранзакциях. Да и, в принципе, подобные вещи для японских синглплеерных игр это уже стандартная штука последние лет пять, наверное. У меня есть несколько любимых серий японских RPG, это Tales of и Trails, и каждый из них есть набор DLC, в которых, господи, они продают уровни прокачки. Серьёзно, они продают уровни прокачки, ты можешь просто купить 20 левелов и выносить всё, что есть в этой игре. Можно покупать внутриигровое золото, почему никто не поднял скандал в то время? В серии Trails всё тоже не очень хорошо, потому что они продают аптечки, которые довольно важны, но не то, чтобы в самой игре их не хватало. Я пытаюсь сказать, что подобные вещи были у десятков японских игр до этого, и не то, чтобы это кого-то сильно волновало или как-то сказывалось на самой игре. К сожалению или к счастью, японцы всё ещё ценят целостность своих игр, и данная микротранзакция — это просто попытка срубить дополнительные баксы на дурачках. В отличие от западных игр, которые буквально вырезают куски контента и прячут их за огромной стеной гринда, или предлагают вам выбивать их каким-то более денежным способом. И лично я считаю, что весь этот скандал по поводу микротранзакций в Dragon's Dogma 2 — это очень-очень искусственная дискуссия. Дискуссия, поддерживаемая различными СМИ, ютуберами и прочими, которые просто пытаются раздуть шумиху. В основном есть два заблуждения, каждое из которых мы сейчас рассмотрим. Первое — это то, что в этой игре нельзя создавать дополнительных персонажей, но можно купить эту возможность через какой-то там донатный магазин. И с какой-то стороны это верно, потому что если вы начали игру, вы не можете удалить своё сохранение или создать другого персонажа. И многие обратили внимание, что в магазине продаётся вот этот вот предмет, который позволяет менять внешность вашего персонажа уже после начала прохождения. Но предмет нельзя использовать сам по себе, потому что нужно дойти до цирюльников столицы, а это произойдёт через первые несколько часов геймплея. И это действительно было бы проблемой, если бы рядышком не стоял торговец, который продаёт тот же самый предмет для изменения внешности, причём достаточно дёшевая. Как по мне, говорить, что вот этот предмет, который продаётся в стиме в единственном экземпляре за пару долларов, это какой-то там pay to win, но это просто смехотворно. Как и смехотворно тратить на него деньги? Если у вас завалялось несколько долларов, то лучше потратить их на торговую площадке Lostim Market, где вы можете купить аккаунты для любой соцсети или игрового лаунчера. Но в отличие от сервисов, где вас могут обмануть, на Lostim Market каждый аккаунт проверяется ботом, чтобы удостовериться в его чистоте, и отсутствие банов в каких-либо играх, и уберечь вас от обмана. Так что если вы решите, ну прям сильно, сэкономить на какой-нибудь игре в стиме, Epic Game Store, Battle.net или где бы то ни было, то не составит труда подобрать надёжный аккаунт у проверенного продавца с хорошей статистикой и отзывами. А бот наглядно сообщит вам всю информацию о том, когда был последний актив на аккаунте, есть ли на нём привязки к другим сервисам и прочие тонкости, чтобы вы выбрали самый комфортный для себя вариант. Но если и этого мало, и вы боитесь возникновения каких-либо проблем, или проблемам всё-таки возникнут, то сайт предоставляет гарантию на возврат средств в течение как минимум 12 часов после покупки аккаунта. Все вышеперечисленные гарантии говорят о крайней надёжности сделок на сайте и позволяют мне рекомендовать его вам. Так что переходите по ссылке в описании и пользуйтесь как посчитаете нужным. Ну а теперь вернёмся к Dragon's Dogma 2. Второй, намного более важный момент, это Fast Travel, который, как многие люди считают, будет залочен за микротранзакциями. Ведь разработчики рассказывали, что Fast Travel в их игре будет ограничен, и это очень важно, а вот они продают его в магазине. Окей, если разобраться в этом, то вы поймёте, насколько это смешно, так что давайте я вам объясню. В магазине всего один предмет, который связан с Fast Travel, это портовый кристалл, который можно использовать в любом месте в этом мире, назначив точку быстрого перемещения. И вот это действительно кажется Pay2Win'ом, если бы действительно это как-то тебе помогало, потому что, да, на ранних этапах игры ты не можешь получить такой кристалл. Они выбиваются из сложных монстров, драконов и так далее. Однако Fast Travel тут не работает так, что ты просто выбираешь точку на карте и перемещаешься к ней откуда угодно. Тебе нужны специальные синие камешки, которые дорого стоят и которые редко тебе попадаются. И вот если бы они продавались в донатном магазине, то тогда бы я понял, почему общественность так обеспокоена. Однако по началу игры их настолько мало, и ты будешь пользоваться ими настолько редко, что сама ценность этого камня, который продаётся в донатном магазине, она нулевая. А вот уже на поздних этапах игры, когда камешков у тебя станет больше, у тебя и кристаллов уже будет около 10 штук, расставленных по всей карте. И поэтому ценность этого одного кристалла, который продаётся за 2 доллара в магазине, она также не сильно растёт. В общем, я пытаюсь сказать, что вот этот DLC-кристалл, который есть в Стиме, никаким образом не отражается на балансе Fast Travel'а в игре. Как и весь остальной донатный контент, это скорее налог на дурачка. И вот как мне кажется, спор конкретно вокруг этих микротранзакций не стоит выеденного яйца, но здесь есть вина ютуберов, которые освещали всё это в обзорах по ранним обзорным кодам. В ныне удалённом твите Йонгие, который получил ранний код, рассказывает, что они вообще не знали о том, что будут какие-то микротранзакции, им никто ничего не сказал. Что оказалось наглым враньём, и попыткой как-то прикрыть свою задницу от нарастающего скандала. Ведь ютуберы, которые всё-таки ценят какую-то честность, рассказали о том, что да, в документах, которые прислали вместе с кодом на игру, говорилось о том, что да, все эти DLC, как и в остальных играх Capcom, будут на релизе. И никто, абсолютно никто, не рассказал об этом в обзорах, и считается, что ютуберы попытались обмануть, потому что им заплатило Capcom. Но вот лично я думаю, и мне кажется, что вы согласитесь со мной, что ютуберы просто не посчитали, что это что-то важное, о чём нужно говорить, потому что это есть буквально в каждой игре Capcom, и я не припомню, чтобы в обзорах по Resident Evil 4 ремейк кто-то говорил об этом, и чтобы кого-то гнобили за то, что он об этом не сказал. И вот казалось бы, почему проблема началась именно сейчас? Почему людей не волновало это в Devil May Cry 5, или в том же Resident Evil 4 ремейк, или Monster Hunter? Я видел некоторые посты в Твиттере и других соцсетях, где люди пишут, что подобная логика сравнения с прошлыми играми это лишь попытка оправдать данные микротранзакции. Дескать, есть два варианта, вы либо это строго осуждаете, либо поддерживаете подобные хищные практики в игровой индустрии. То есть, по сути, если мне откровенно плевать, и я не вижу в этом вселенского зла, и не поддерживаю вообще недовольство на пустом месте, то меня сразу же записывают в стан те, кто поддерживает ужасные микротранзакции. Но кто вы такие, чтобы это делать? Сможете поплакать об этом разве что? Я всё же нахожусь где-то на золотой середине, где это мне не особо нравится, но и тратить время на хейт игры из-за этого я не буду. Тем более поддерживает людей, которые на этом весьма искусственно и лицемерно пытаются привлечь к себе внимание. Если уж вы хотите с этим бороться, то давайте хейтить Devil May Cry 5 и ваш нежно любимый Resident Evil 4. Раз уж мы пошли в этот крестовый поход, давайте вспомним, что там микротранзакции были сильно хуже, и постфактум скажем, что это ужасный pay to win, а их страницы на метакритике нужно за ревью бомбить. Ведь, как мне кажется, либо во всех этих играх донат ок, либо ни в одной из них. В общем, я думаю, что можно завершить этот сегмент про донат. Окей, давайте теперь поговорим про производительность, и это просто отвратительно, если честно. И здесь обзорщики действительно обманули аудиторию тем, что не рассказали, насколько всё плохо. И здесь всё действительно очень плохо, эта игра отвратительно работает, и я играю на довольно мощном ПК, у меня процессор Ryzen 7900X, видеокарта RTX 4090, и игра всё равно выдаёт в городе 40-50 FPS. И это не тот случай, когда 40-90 не тянет, потому что, да, игра очень красивая, здесь крутой рейтрейсинг, и в принципе освещение, но упор идёт именно в процессор, и с этим абсолютно ничего нельзя сделать, потому что в городе большое количество NPC, каждый из NPC обладает своей рутиной, своим расписанием, своим набором квестов, которые с ним связаны, и движок Resident Evil, созданный для коридорчиков с врагами, с этим не справляется. Причём я не думаю, что здесь дело в том, что разработчики не попытались это как-то оптимизировать, они прекрасно знали, что с этим ничего нельзя сделать, и даже сейчас, выпуская извинения, они пишут, что попробуют поискать способы для оптимизации. Но они пытались это оптимизировать, потому что даже на ПК, на максимальных настройках, у меня персонажи из воздуха на глазах появляются. На консолях так вообще, NPC буквально у тебя перед лицом появляются, и это выглядит достаточно странно. Причём на консолях, в городе около 20 FPS, и неважно это Series S, Series X или PS5. Да, вы правильно поняли, дело не в графике, дело не в каких-то модельках или текстурах, дело именно в том, что во время игры, за кулисами процессор просчитывает поведение, расписание и прочие штуки, связанные конкретно с NPC. И вот реально смешная штука заключается в том, что в этой игре есть DLSS, FSR и прочие технологии, но они абсолютно ничего не делают, потому что дело даже не в видеокарте, и не в её нагруженности. Ваш опыт от игры зависит буквально, исключительно от того, насколько у вас мощный процессор. Да, мы столкнулись с ситуацией Starfield'а опять. И ютуберы не то, чтобы много об этом говорили в своих обзорах, и многие считают, что вот они просто играют на своих 4090, на топовых ПК, и поэтому просто не заметили проблем. Частично из-за этого накинулись на девушку под ником Sphere Hunter, которая сделала обзор по раннему коду. И она объяснилась, что про микротранзакции не знала, а вот касательно проблем с технической частью, у неё просто мощный компьютер, поэтому она не заметила этих проблем. Лишь минимальное падение кадров в городах. Не знаю, возможно на Intel'ах всё лучше, и у неё стоит какой-нибудь последний Intel i9-14900K, или что-то вроде того, но видя дропы до 40 FPS в 1440p на 4090, мне страшно представить, как эта игра идёт на сборках послабее. Насколько она неиграбельна у людей с компиком среднего уровня? На странице этой игры в стиме должен быть большой баннер, что типа не покупай, если у тебя процессор ниже, чем последнее поколение Intel'ов или Ryzen'ов. Потому что серьёзно, если даже у вас какая-нибудь 3070, 3080, вы поставите минимальные настройки, это никак не улучшит ваш FPS, потому что всё опять же будет упираться в процессор, как вы не меняете эти настройки. Типа, понятно консоли, там люди привыкли к тому, что их не уважают, у них просадки до 20 FPS и так далее, с ними уже всё понятно. Но выпускать такой порт на ПК, это просто позорно, господи, Capcom, какого хрена? Понятно, что вне города всё работает намного лучше, но когда битва затягивается, начинаются все эти эффекты, или в битве участвует много противников, то вы тоже ощущаете, что FPS падает. Поэтому, если вы хотите в это играть, то советую использовать контроллер, потому что с ним все эти падения FPS не ощущаются так больно. Но общее качество этого опыта не позволяет мне рекомендовать вам эту игру, если у вас там не процессор последней линейки и не топовая видеокарта. На крайний случай можете купить, скачать, попробовать, и потом просто рефанднуть игру, если она работает уж слишком плохо, и вы не готовы с этим мириться. Но даже несмотря на всё это, сейчас начнётся сегмент видео, в котором я расскажу, почему Dragon's Dogma 2 это... эм... Ну, моя игра года пока что на самом деле, что достаточно сложно вяжется со всем сказанным ранее, но попробуйте меня послушать. Сегмент начинается прямо сейчас. Это Dragon's Dogma 2, и, признаться честно, для проекта, который я не ждал, она довольно сильно меня ухватила, и я не могу остановиться, играя в неё уже вот... Сколько сейчас времени? Да, 5 утра. В этот момент я просто вышел из дома, начался дождь, я пошёл по городской улице, и ощутил что-то, что в играх чувствуют довольно редко. В последний раз это было в The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, и это, наверное, то ощущение приземлённости, когда благодаря анимациям, звукам, погоде, ты ощущаешь то, что присутствуешь в этом мире, и то, что он живёт вокруг тебя. Я провёл уже какое-то время в столице этого государства, название которого я абсолютно не помню, и каждый раз она чем-то удивляет меня, причём в тех вещах, которые от игры я обычно не ожидаю, особенно в 2024 году, потому что этого никто не делает. Во время ночного квеста, гуляя по улицам города, мы слышим, как наш напарник замечает, что за нами следит некая таинственная фигура. И тут же начинается новый квест, и тебе реально хочется узнать, кто это и зачем они за тобой следят. Или по прибытии в город мы встречаем беспризорника, который украл какую-то вещицу. Мы помогаем ему сбежать, а затем одалживаем деньги, чтобы он мог купить шкатулку. В процессе основного квеста нам нужно проникнуть в замок и украсть важные документы из комнаты королевы. И тут нас застаёт её сын, который оказывается тем самым беспризорником. В итоге он решает нам помочь и указывает на то, что можно сбежать через окно, что мы и делаем. А впоследствии он раскрывается нам, рассказывая, что пытался лишь понять, как живут простолюдины, ведь жизнь в стенах замка показалась ему слишком рутинной. Или опять же, гуляя по городу, меня окликнула женщина, которая предложила прописаться в её доме, пока она путешествует всю неделю. И жилище в городе это крайне полезная штука, ведь один раз поспать в гостинице стоит 2000 золотых. А учитывая, что многие квесты разграничены по времени и иногда нужно дождаться утра или ночи, это просто неподъёмно. Я уже не говорю о том, чтобы восстановить силу своей партии по прибытии в город, ведь если вы давно не отдыхали, ваше хп восстанавливается уже далеко не полностью. И единственный вариант, если вы не хотите тратить деньги, это выбежать из города и поискать костёр, где можно переночевать. Но и это не так просто, ведь нужно сначала расчистить местность от монстров, ведь вы не хотите, чтобы вас атаковали среди ночи в одних трусах. И я уже не говорю о том, что путешествовать ночью небезопасно, ведь ваш фонарь хоть и освещает путь, но также является маяком в темноте для всех монстров в округе. Мир в Драгонс Догма 2 не статичен, и вашим главным врагом являются не монстры, а время. Время постоянно напоминает о себе. Да, как в Готике, у персонажей есть свой распорядок дня, когда они идут на работу или спать. И каждого из них можно убить, но в каждом городе также есть склеп, в котором этого конкретного НПС можно вернуть к жизни. Однако, вы можете провалить квест, если не пойдёте выполнять его сразу, ведь персонаж, которого вы должны были спасти, может умереть, или заказчику станет ждать то, что вы ему обещали. Одни квесты приводят к другим квестам, и в итоге вы попадаете в огромную паутину квестов, из которой довольно сложно выбраться. Но время всегда будет напоминать о себе. Вы всегда держите в уме время суток, потому что, возможно, не стоит идти дальше, возможно, стоит вернуться в город, пересобраться, и тогда уже отправиться в дальнейшее приключение. Или мясо лучше бы съесть, пока оно не сгнило в инвентаре, а травы и фрукты лучше бы объединить в зелье, чтобы они хранились дольше. Поведив босса и устроив привал на ночь неподалёку, с утра вы обнаруживаете, что его тело на месте, оно гниёт, и вокруг летают мухи. Из-за таких мелочей ты никогда не забываешь о том, что время — это твой главный враг, и его всегда нужно учитывать. Но время — далеко не единственный фактор, ведь ваш персонаж сильно ограничен в плане веса. Причём это не просто два состояния, когда вес нормальный, и когда происходит перегруз. Вес может быть лёгким, нормальным, тяжёлым, очень тяжёлым, и так далее. И всё это напрямую отражается на вашей стамине для путешествия и боя. А если у тебя закончилась стамина в бою, то ты буквально стоячий мишень на несколько секунд, пока твой персонаж пытается отдышаться. Конечно, грузы можно распределять между персонажами отряда, и таким образом оптимизировать всё это. Но благодаря тому, что эта игровая условность в принципе есть, ты всегда учитываешь вес каждой найденной единицы лута. Даже если это лечебные зелья, ведь одно весит мало, но вот десяток зелий висит уже внушительно. И беря в расчёт вес, усталость персонажей, которая снижает максимальное хп, наступление ночи, которая знаменует собой больше опасности на дорогах, и наличие совершенно других монстров, например, привидений, которые появляются только ночью, ты ощущаешь, как каждый твой шаг в этом мире это уже достижение. И дойдя до определённого места, ты говоришь себе, «Воу, вот это я далеко забрёл, надо бы поскорее вернуться, отдохнуть и раскидать ресурсы». Ведь стоит тебе пожадничать и зайти слишком далеко, происходят вот такие вещи. Мне нужно было спасти парня из леса, которого ищет брат. Мы отбились от волков, и по идее можно возвращаться в деревню. Но я решил пойти немножко дальше в поисках лута, и тут произошло вот это. И эта битва была, о, весьма непростая. Или как-то раз я проснулся с утра пораньше и отправился на выход из столицы. Прекрасный день для приключений, и тут я увидел, как огромный грифон с четырьмя полосками хп напал на пригород. В этот день я решил поделать квесты внутри города. Но всё это, вся опасность и сложность этого мира и игровых систем нужна для того, чтобы приключение было действительно приключением. Чтобы ты чувствовал вес в каждом шаге, победу в каждом холме, на который ты забрался. Я до сих пор помню, как по пути в столицу увидел её на горизонте. Это было что-то волшебное, но идти придётся долго. Это офигенный масштаб, когда продираешься через запутанные дорожки и тракты, ты наконец-то добираешься до маленькой рыбацкой деревушки. Забираешься на старый маяк и видишь столицу так близко, как будто бы ты буквально до деревенского туалета от дома сходил. И пейзажи великолепны. Вы видите максимальные настройки графики на RTX 4090 с рейтрейсингом и в нативном разрешении, без DLSS и прочего. Это волшебно, но также служит определённой цели. Я вижу на той горе дракона и понимаю, что с ним я сейчас не справлюсь, но в голове я отметил это место. С таких живописных мест ты всегда видишь что-то интересное и тебе хочется проверить, что там. И вот исследование мира здесь сделано прям как надо, ведь оно не существует в вакууме. Ограничение по весу мотивирует тебя проверять каждый уголок, чтобы найти золотых жуков, съев которых ты немного увеличиваешь грузоподъёмность. Находя специальные монетки в укромных местах, ты идёшь по условному батлпассу в гильдии, зарабатывая всё более крутые награды. Исследуя пещеры, ты находишь не только сундуки с сокровищами, но и различную руду, которая нужна для прокачки оружия. Да даже противники, это тоже своеобразные источники ресурсов, ведь сбив врага во время боя, прямо как в Монстр Хантере, ты можешь подобрать их как ресурс для крафта. Или отрезать во время боя хвост ящером, что не только лишает их копья и упрощает бой, но и даёт тебе непосредственно этот хвост в инвентаре. Поэтому в бою ты не только хочешь победить противника, но и видишь его как интерактивный источник ресурсов, ради которых придётся запариться. Господи, даже фаст тревел тут сделан интересно и не сбивает дух исследования. Во-первых, точки фаст тревела есть только в основных городах, которые находятся на очень дальнем расстоянии друг от друга. Во-вторых, для фаст тревела нужен определённый расходник, который попадается редко и стоит баснословных денег в магазине. Да, ты можешь в любом месте под открытым небом использовать этот предмет и переместиться в желаемый город, однако ты всегда учитываешь расстояние, ценность предмета и размышляешь о том, а стоит ли его вообще тратить сейчас, если он может пригодиться в будущем. Более того, намного менее затратный способ фаст тревела это охраняемая колесница. Она работает примерно как такси в GTA. Ты садишься, платишь деньги, ждёшь, пока конюх с помощью допотопного пассфайдинга найдёт своё место, и тогда колесница медленно покатится куда надо. Можно, конечно, нажать на кнопку задремать и пропустить всю поездку, и, казалось бы, зачем тогда нужна телепортация, но, во-первых, время путешествия — это несколько внутриигровых дней, потому что колесница едет медленно, и даже если ты пропустил эти дни, это не значит, что их не было, это не значит, что еда в твоём инвентаре не сгниёт. Во-вторых, в процессе на неё могут напасть, как будто это первый или второй Fallout. И в-третьих, колесница отъезжает в определённое расписание время, то есть тебе нужно встать у столба и нажать кнопку пропуска времени. А теперь вспомните, что многие квесты тут могут быть провалены по времени, и поймёте, почему телепортация — это такой важный ресурс, который не стоит использовать на всякую фигню. И вот мы добрались до боевой системы, и я должен признаться, что я очень скучный человек. Я знаю, что в трейлерах и геймплее на ютубе по Dragon's Dogma 2 все восхищаются возможностями магии, разных классов и так далее. Но я создал воина-мужчину с мечом и щитом, и, господи, насколько круто тут выглядит броня. Он даже бегает с одной рукой на мече, и всё это лязганье брони и снаряжение, я... Я кайфую от этого. Но даже так, в этой игре нет абсолютно ничего лишнего. Две стандартные атаки — кулющее и режущее, а также блок и парирование щитом. Парирование работает, если вы ставите блок ровно во время удара. Также можно взять предмет или противника и кинуть в толпу. Если враг большой, можно залезть на него, добраться до головы и сломать ему заветные ресурсы в виде врагов или бивней. Можно ошеломить врага и заставить его упасть на землю. Но реально интересные штуки начинаются, когда ты открываешь всё больше особых навыков. Усиленные удары, ошеломление щитом или круговая атака против толпы — и всё это имеет смысл в разных ситуациях. Поначалу я не понимал, как сражаться с летающими противниками, но открыв атаку вверх, они стали лёгкой целью. Все эти навыки открываются в гильдии за очки опыта, и используя их часто, вы открываете усиленные версии этих навыков. Не один, а два удара щитом за раз, например. Окружение также помогает в бою, ведь зачем бить врага, когда можно просто спихнуть его с обрыва? Или, например, активировать ловушки в пещере? Но то, что меня беспокоило больше всего, — это система пешек, которую я не понимал и которой боялся. Я обожаю японские RPG, и в каждой из них ты путешествуешь с отрядом ярких личностей, каждая из которых умело встроена в сюжет. Но Dragon's Dogma — это игра, где вся твоя партия состоит из так называемых пешек. В начале игры ты создаёшь основную пешку, которая ходит с тобой от начала и до конца игры, и это твой основной напарник. Остальных же двух ты вызываешь от других игроков. Соответственно, и твоя собственная пешка путешествует по мирам и иногда приносит тебе подарки. Лучше всего брать пешек разных классов, чтобы они дополняли друг друга. Например, я крайне рекомендую брать магов, которые мало того, что лечат тебя во время боя, так ещё и исправно накладывают на твое оружие эффекты разных элементов, вроде огня или молнии. Причём делают они это вовремя, и действительно помогают в бою. Одному в этой игре очень сложно справиться, ведь враг может сесть на тебя и без помощи тиммейта не подняться. Летающие враги могут банально усыпить тебя, и тиммейт должен будет тебя разбудить. Вот тут, например, меня просто унесла стая волков, и я действительно не мог ничего с этим делать без помощи партии. На помощь! На помощь! На помощь! На помощь! На помощь! Блядь, вы пустите меня, пацаны, на помощь! Ко мне! Ко мне на помощь, блядь! Слушай, что это пиздец? Или вот здесь какая-то обезьяна украла моего мага, и нам пришлось за ней гнаться. Я думал, что пешки сделают всё приключение бездушным, ведь я ненавижу РПГ, в которых ты сам создаёшь себе партию кастомных персонажей. Но, к моему удивлению, это работает. У каждой из пешек есть свой характер, который определяет не только поведение в бою, но и поведение вне боя. Некоторые из них собирают ресурсы вокруг, буквально по лицо серлокацию, чтобы тебе не пришлось. После кучи боёв ты привязываешься к ним, запоминаешь их имена и дорожишь ими. Мне не сосчитать, сколько раз мне приходилось брать на руки избитого тиммейта во время боя, чтобы отнести его подальше и оживить. Или сколько раз они спасали меня в сложных ситуациях. Но самое главное лично для меня — это диалоги. Пешки очень много болтают, вовремя всё комментируют, замечают разные вещи и подмечают что-то полезное для тебя. Они восхищаются видами, высказывают своё мнение в квестах. Они могут быть игривыми, угрюмыми, таинственными или жизнерадостными. Они радуются победам или ноют, если вы давно не отдыхали. Люди на моём стриме заметили, что в их прохождении пешки говорили совершенно другие вещи. И да, прохождение и диалоги у каждого будут разными. Это наполняет всё путешествие душой, и в эту иллюзию начинаешь верить. К сожалению, чужие пешки не могут прокачиваться, поэтому, встретив пешку по пути или зайдя в местный хаб пешек, ты периодически должен брать новых, которые соответствуют твоему и нынешнему уровню. Я заметил, что мне действительно печально расставаться с пешками, которые прошли со мной большой путь, но постоянно меняющиеся компаньоны действительно вносят некое разнообразие. Причём пешки помнят все свои приключения. Если они уже были где-то с другим игроком, то говорят, что поблизости есть сундук или какая-то интересная пещера. А если они спускаются с тобой в какой-то тёмный склеп, то говорят, что стоит об этом рассказать своему игроку. Тут нет мультиплеера или кооператива, нет сложной системы приказов или тактического режима, как в Dragon Age. Пешки действуют так, как считают нужным, но ни разу не припомню такого, чтобы их искусственный интеллект меня подводил. Скорее наоборот, они крайне полезны, и без них игра была бы совершенно другой. Поймите, это не какое-то эпическое сюжетное приключение, это не эпичная история про героя, как Dragon Age Origins или что-то подобное. Это какой-то симулятор бытия рыцарем со своим отрядом. Нет, сюжет тут есть, и мы поговорим о нём несколько позже, но его наличие является скорее придатком к крайне густой атмосфере путешествия по средневековому миру с кучей тайн и загадок. Когда выходя утром из дома, ты в голове держишь набор квестов, которые должен выполнить до заката. Когда сидя у костра, ты жаришь мясо и наслаждаешься атмосферой уюта со своей партией. Когда ты находишь какую-то пещеру и встречаешь там отряд рыцарей, которые безумно рады видеть тебя, ведь застряли там на несколько дней. Приземлённая, неторопливая фэнтези, которую я очень ценю. Знаете, буквально на днях я досмотрел аниме под названием Фрирен, провожающего последний путь. И вот я говорю о таком приземлённом фэнтези. И, кстати, да, советую посмотреть это аниме. Если бы вы меня спросили, на что похожа эта игра, я бы сказал, что это одновременно Монстр Хантер, Ледженд оф Зельда, немного Драгонейдж Оридженс, слегка Дарк Соулс и во многом Скайрим. Мне кажется, что конкретно Скайрим это великолепный пример для объяснения того, как тут встроен сюжет и работают сайт-квесты. И теперь давайте поговорим о том, а чё тут вообще за сюжет? Как и в Скайриме, у вас есть начало сюжета, где главный герой, избранный драконорождённый, или восставший, сбегает из рабства и отправляется в приключения. Его цель — победить злого дракона, который терзает эти земли. Параллельно с этим он возвращается в столицу, и мы вспоминаем, что наш персонаж — это законный король этих земель. Однако его трон захватила злая Регенша, которая строит свои козни. Поэтому с помощью верного рыцаря мы выполняем кучу поручений, чтобы докопаться до правды и вернуть себе трон. И это сюжетная основа на первую пару десятков часов. Однако вы будете вспоминать про неё довольно редко. Возможно, сюжет дальше станет действительно эпичным и масштабным, но постановка, прямо скажем, не на уровне ААА. Да, есть редкие катсцены, но, опять же, сюжет тут и в Скайриме существует где-то на заднем плане, как скелет всего приключения. Вы приходите в новый город и сразу же утопаете в местных сайдквестах, и лишь спустя несколько часов вспоминаете, зачем вы сюда, собственно, пришли. На каждой дороге есть куча развилок, пещер, заброшенных деревень, лагерей монстров, боссов и так далее, так что частенько отправившись куда-то, я тупо забывал, куда и зачем я шёл, ведь постоянно отвлекался на что-то интересное. И это неплохо, просто если вы рассчитываете на какое-то суперсильное повествование, то тут оно просто нормальное. Опять же, возможно, позже я пересмотрю своё мнение, но пока что это так. Это тот случай, когда нужно наслаждаться процессом, а сюжет нужен как путеводная нить, которая даёт тебе общее направление движения. Окей, если подводить итог всего вышесказанного и название трагедия Dragon's Dogma 2, то это действительно довольно трагично. Тут мы имеем уникальную, великолепную игру, которая заслуживала лучшего. Capcom поторопилась с релизом и выстрелила себе в колено. Если бы они отложили всё на полгодика для оптимизации, если бы доделали базовую вещь в плане возможности создать нового персонажа и несколько сохранений, и не гнались за лёгкими деньгами в плане микротранзакций, то геймеры приняли бы Dragon's Dogma 2 как один из лучших проектов поколения. Но они поторопились, и игра пострадала. Причём не только репутационно, но и в плане продаж. Она уже на второй день упала из топа продаж Стима, и, скорее всего, была кучей рефандов из-за производительности. Ютуберы не советуют покупать игру, ведь полноценно и с кайфом поиграть в неё можно только на топовых ПК, и то с оговорками. Я уверен, что через пару лет Dragon's Dogma 2 будет считаться такой же культовой, как и первая часть, но также останется грустным напоминанием о потраченном потенциале. Как говорится, поспешишь людей насмешишь, и мне обидно, что труд стольких людей в итоге не дойдёт до львиной доли геймеров, из-за того, что руководство хотело как можно скорее выкинуть проект в релиз. Dragon's Dogma 2 заслуживала лучшего. В любом случае, огромное спасибо за просмотр, если вам понравилось, можете поставить лайк, оставить комментарий и подписаться на канал. Также залетайте в группу ВКонтакте, Дискорд и Телеграм по ссылкам в описании, чтобы стать частью нашего геймерского комьюнити. Также огромное спасибо моим подписчикам на Бусти, которые делают подобные видео возможными. Отдельное спасибо подписчикам на Бусти уровня Ультра Тюлень. Супер Макс, Динайн, Каринес, Джон Конн, Антун Эрджи, Алекс Реттер, Евгений Солодовников, Пронко, Владимир Рубин, Тимирлан Хафаров, Красный, Анастасия Мо, Атаракс, Ксанрус, Джей Ви Ти, Анред Конн, Максим Бажин, Фирик, Инженер, Нагномар, КСНВ, Лавер, Свуд, Ай Площадка, Ферт Гик, Алгидоника, СХТ-Джи Даблю, Нордзадрот, Шмыга, Валоволка, Драйвер Айти и Дмитрий Пика. Также огромное спасибо подписчикам на Бусти уровня Ультра Мега Хорош. Сёржен Ван Кей, Вульпис, Алексей Фёдоров, Хинтра, Мэтт, Судзуя, Последователь Фила, Человек Человеков, Ретроидер, Хиппокрит, Доминиколио, Захар Калугин, Анштир, Кормик, Вик Фани, Рашен Номад и Грейпфрут. Сори, что видосов долго не было, Гайс, но я рад вернуться наконец-то. И также, если вам интересны мои стримы игр, то вы можете заглядывать на Твич. Ну а так, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok